В этом видео вы узнаете о расчете размерных цепей. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. Размерные цепи позволяют определять величину зазора или натяга в замкнутой цепи размеров сборочной единицы в зависимости от заданных предельных отклонений размеров цепи. Также можно найти значение свободного размера, который получается в результате выполнения всех остальных размеров. Различают две задачи – проверочный и проектный расчеты размерных цепей. В первом случае необходимо проверить размерную цепь спроектированной системы. Во втором – подобрать предельные отклонения размеров для заданных требований зазора или натяга между деталями. Расчет возможных значений зазора или натяга весьма прост. Номинал замыкающего размера, по которому определяется наличие зазора или натяга, находится как сумма номиналов остальных размеров цепи с учетом знака. Часть размеров, которые увеличивают зазор, складываются со знаком «плюс», которые уменьшают со знаком «минус». С предельными отклонениями ситуация обстоит чуть сложней. Если размер увеличивающий, то предельные отклонения суммируются. Отдельно верхние, отдельно нижние. Если размер уменьшающий, то верхнее предельное отклонение отнимается от нижнего предельного отклонения. И наоборот, нижнее предельное отклонение отнимается от верхнего предельного отклонения. Для примера рассмотрим вот такую деталь. В ней нет натягов и зазоров, но есть замыкающий размер, значение которого получается при выполнении всех остальных размеров. Сначала определяем, какие размеры являются увеличивающими, а какие уменьшающими. При увеличении размера 101 и фиксированных значениях остальных размеров замыкающий размер будет увеличиваться. Значит, размер 101 является увеличивающим. При увеличении размера 35 и фиксированных значениях остальных размеров замыкающий размер будет уменьшаться. Значит, размер 35 уменьшающий. Точно так же рассматриваем оставшиеся размеры и узнаем, что они тоже уменьшающие. Теперь складываем номиналы размеров. Увеличивающие размеры складываем со знаком плюс, а уменьшающие со знаком минус. В результате простых вычислений получаем номинальное значение замыкающего размера. Для определения предельных отклонений замыкающего размера, кроме учета знака при сложении, необходимо будет менять местами верхнее и нижнее предельное отклонение уменьшающих размеров. Найдем верхнее предельное отклонение замыкающего размера. Для этого к верхнему предельному отклонению размера 101 прибавляем со знаком минус нижнее предельное отклонение размера 20, так как он является уменьшающим. Такую же операцию проделываем с остальными размерами, так как они являются уменьшающими. Теперь находим сумму этих чисел. Получаем верхнее предельное отклонение замыкающего размера. Далее определяем нижнее предельное отклонение. К нижнему предельному отклонению увеличивающего размера 101 прибавляем верхнее предельное отклонение уменьшающих размеров со знаком минус. Складываем и получаем значение нижнего предельного отклонения замыкающего размера. Поочередно прибавляя к номинальному значению верхнее и нижнее предельное отклонение, можно получить предельное верхнее и нижнее значения размера. Такой расчет позволяет определить только предельные размеры зазора или натяга. Ну или замыкающий размер для одной детали, как было показано в примере. В действительности, вероятность получения каждого размера из вычисленного диапазона разная. Считается, что распределение этой вероятности очень близко к нормальному закону распределения случайной величины. Для расчета точного закона распределения замыкающего размера необходимо знать законы распределения всех входящих в цепь размеров. Расчет размерных цепей в университетах в соответствующих дисциплинах студенты выполняют вручную для того, чтобы закрепить знания по данной теме. Но в профессиональной сфере выполнять такой расчет вручную является расточительством. Автоматизация данного процесса позволяет все сделать значительно быстрее. На инженерном сайте имеется компьютерная программа для расчета размерных цепей. Доступ к программе открывается после регистрации и авторизации. Экономьте свое время, создавая технические системы и продолжайте следить за полезными видео о технике и технологиях на канале Инженер.